Так, продолжаем играть за Пандарена, так как я сейчас не могу играть за Демон Хантера, своего любимого. У нас 12 левел, как вы догадались, наверное, я подписку не оплатил, поэтому продолжаем пока за Пандаренку. Вот, играть. Куда мы там отправились? Не помню. Ну, стрелочка указывает на север, так что пошли на север. Приказ вождя Ашара, да, я помню, в Ашару хотел сходить. Всем годным к воинской службе ордынцам приказано явиться к Актору Кровопалу. К задним вратам Оргримара в Ашаре. Помогите Орде закрепиться в Ашаре и отбросить назад захватчиков Альянса. Покиньте Оргримар через северные ворота, чтобы выйти. Ну, да, понятненько. Да, еще стрима не было, который я обещал в последней серии за Демон Хантера. Проблемы, проблемы, друзья. Повсюду проблемы. Новогодние праздники, дела с кредитами и так далее. Короче, извиняюсь, что не провел тот стрим. Хотя я даже анонс дал, но пришлось его отменить. Такие дела. Как я и говорил в прохождении за ДХ, подписка будет недельки через две. Сейчас у меня нет денег на подписку. Так, тут ничего нету. Ничего нам не дали. Кстати, раз уж мы прошли стартовые квесты Пандарена, то дальше будем проходить стартовые квесты других. Раз. Вот это прохождение за Пандарена надо вывести в отдельный плейлист. Что я забыл сделать. Раз уж мы продолжаем за него играть. Здрасте, подрядчик Жаднюк. Я могу чем-нибудь помочь. Нам здесь пригодится помощь. Ахана, Реки, Тунит. Я хотел продемонстрировать нашим новым союзникам из Орды легендарную эффективность гоблинской техники, но сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что автоматизация крошеров была не самая лучшая из моих идей. Сейчас эти крошеры, можно сказать, настоящие машиноубийцы, сеют в округе смерть. Не пойми меня неправильно, такие штуковины вполне могут пригодиться где-то еще, но сейчас мне прямо-таки необходима храбрая монахиня, которая поможет мне совладать с этими махинами. Это не так уж и сложно. В первую очередь тебе понадобится подчинить себе один из этих крошеров. Возьмешь управление на себя, и я передам тебе по радио новые инструкции. Не смотри без глупостей. Без глупостей смотри. Гоблины. Актор. Кровопал. Кровопал. Я провел годы служа в этом заколустном уголке, изучая местность и ожидая благоприятного момента. Наконец-то время пришло. Сейчас вся мощь Оргримара собрана в Ашаре, откуда мы проникнем в Ясеневый лес. А, кстати, получается сначала надо было за Оркой идти сюда, в Ашару, а потом уже в Ясеневый лес. Ну ладно. И получим господство над всем континентом. Добро пожаловать на фронт, манахиня. Оленина для солдат. Из-за того, что мы истратили все ресурсы этих земель, наши боевые машины, местным животным негде жить. Они в любом случае умрут, поэтому пусть хотя бы их мясо не пропадет даром. Желудки воинов Оргримара совершенно пусты. Поохотиться. Ну понятно, поохотиться. Возвращайся с победой. Глаза Ясеневого леса. Кругом враги монахини, даже тут у самых наших дверей. Ночные эльфы прислали подкрепление на заставу Толрендис, пытаясь остановить наше вторжение в Ясеневый лес. В то время как мы разговариваем, их разведчики прочесывают близлежащие холмы, докладывая о каждом движении у врат. Надо избавиться от этих глаз Ясеневого леса. Иди, они бродят возле врат, больше всего их в восточной части. Убей разведчиков, которые следят за нами. Убью. Убью всех. Ща найду только... Вот эту штуку. Залезу в неё. Или стоп, где это вообще? Здрасте. А как в неё залезть? Залезть-то. Подожди. О, разлезка. Ой, не то же му. Это слишком далеко. Так, умри. Как залезть кусок оленины, сбежавший крошер. Так, где у нас сбежавший крошер? Это троечка, да? Вот сбежавший, его надо убить. Но там мне сказали, надо залезть куда-то. Так, блин. Я уже навыки не помню. Я слишком далеко. О, понял. Сначала надо было его побить хорошенько. Ну, ты будешь бить? Нет. Требуется находиться рядом с кем? А с шарскими или с материалами? А, понятно. Вот с этим вот. Отлично. Я думал, с помощью этой штуки мы сможем всех убивать. Так, сбежавшие крошеры. В радиоэфире раздаются треск и голос подрядчика Жаднюка. Эй, Дзенушка, ты слышишь? Управлять этой штукой несложно. Нажимая на педали, додвигая рычаги, ясно? А, вот и навыки. Так, стоп, что там было? Теперь, когда ты научилась управлять этой штукой, давай сделаем то, что должен был делать я. Заготовим древесину, иначе эти орки построят катапульту из меня. В этой области много спиленных деревьев. Воспользуйся крошером и собери столько, сколько сможешь. Так, ну я понял, здесь полно спиленных деревьев. А, просто левел апнулся, и мне дали навык на персонажа. Я думал, этим крошером можно убивать, блин. Ладно, собираем древесину. Шестерочка. Древесина для подрядчика. Как идет заготовка древесины? А, видела бы ты, что эта штука делает с брокколи. Прекрасно, ты загрузила крошер под завязку. Похоже, ты уже неплохо управляешь с этой штукой. Замри, на секунду. Я подключу циркулярную пилу. Снайперы ночных эльфов заставы Талрандир прячутся в деревьях и стреляют в моих рабочих. Я хочу, чтобы ты занялась этими снайперами, предварительно занявшись деревьями. Поищи, ашарские молодые деревца, восточнее главных ворот. Твой крошер сам поймет, что ему делать. Поруби их. Порубим, порубим, крошер. Крошер сам поймет, что делать. Так, сначала пойдем поищем. Ай, ладно, так убьем. Потом. Снайперы, говоришь. Где эти снайперы? О, привет. Ну, давай, умри. Еще один. Отлично. Ты куда? Стоять, навыков не хватает. Чтобы сразу их мудохать. Вот, разведчиков убиваем сейчас. А нужны снайперы. Блин, они должны быть тут. В этой зоне. Да. Лежать. Так, ты снайпер, что ли? Нет, это был разведчик какой-то. Давайте разведчиков пока убьем. Куда ты? Куда? Зачем? 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 Не сможешь же убежать. Так, оленей нам еще нужно вроде как убивать. Только я их почему-то не могу убивать. А нет, могу. Нельзя применить к этой цели, к сожалению. Блин. Не надо, не убегай. Стой. Бежать. Ослабленный. Да. Дроп подобрать не могу, видимо. Да где же эти снайперы? Эй, что за трюки? Так, еще одного. Еще одного снай... Ой, еще одного разведчика. Найти бы только. Ну, нападайте, засранцы. Нападайте из теней. Так, так. Не люблю вот этой херни ходить искать. Пойду туда схожу. О, нашел. Готово. Распилили на кусочки. Так, это можно сдать. Кусок оленины, снайперы. Так я снайперов не вижу. Где у нас снайперы-то? Снайперы с заставы Колорендир. Это где? Так, это разведка. Пойду схожу туда, наверное, там где-то. Засели в этом городке. Блин. Эй, больно же. Я не вижу никаких снайперов. Печалька. Если я их не вижу, значит, их нет. Пойду схожу на другую сторону дороги. Может, там найдем кого. Разведчик. Так, давайте-ка пока слезем с этой херни. Побьем оленей. Эй, ты куда? Стой. Слабый, чё, кусок оленины? Так. Чё-то не падает, ничего. Мне уже не нравится эта локация. Ни снайперов не видно, ни с оленью ничего не падает. Как так? Готовы. Так, снайпер, наверное, где-то на деревьях должны сидеть. Наверное, надо поискать. Где они там засели. Это же стандарт для снайпера. Засесть на дереве или в кустах заныкаться. Так, с вас какой дроп? О, приказы. Возвращение высокорожденных. Восковая печать на этих приказах недавно была сломана. Аккуратные записи карандашом, который делали ночные эльфы, прочесть невозможно, но на небольшой от руки нарисованной карте изображены близлежащие руины. Ниже карты видны руны, написанные металлическими мерцающими чернилами. Нет никаких сомнений, что актору будет интересно на это взглянуть. Окей, отдадим актору. Так, то падает, то не падает. Не понять. Сейчас надо будет еще одну сломать. Вот эту штуку. Блин, не падает. Печалька. Куда ты? Так, что-то выпало. Хорошо. Где ломать? А это что за навык? Вызов. А, это... Агра, что ли? Ошибка какая-то. Так, залазим. Снайперы, вы где? Куда ты побежал? Бежать. О, вот деревья. О, вот и снайпер. Целых два, что ли? У меня нет цели. Куда пошел? Стоять. Мне нужна цель. Ну, блин, давай. А, я его не выбрал. Не выбрал в цель. Готов. Ну, давайте. Падайте. Триндец вам. Да ежик ты. Опять они драпают. Стоять. Куда, 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 куда? Не. Да, тофу. Ну, еще троих. Так, минус раз. Готово. На деревья. Очень хорошо дзенушка. Вот так у нас в кизане делаются дела. Э, блин, чё? Боже, что происходит? Вопли, крики и шум битвы наполняют радиоэфир. Дзенушка, сейчас же возвращайся сюда. Спеши к вратам. На нас напали. Помоги нам дать отпор захватчикам. Сейчас заряжу твой гранатомет. Гранатомет мой зарядишь. Ладно. Так, пойдем поможем. Раз уж такое дело. Оленей позже убьем. Эльфы решили осадить Оргримар, что ли? Прямо у входа в Оргримар тут разведчики, снайперы. Ой. Наводить эту гранату нельзя, к сожалению. Да что такое? Лежать. Как же криво он кидает эти гранаты. Блин, не надо убивать. Я должен их убивать. Бабах. Куда ты кидаешь? Я и так их загашу. Без всяких гранаток. Не уйдешь. Ну же, сколько там еще? Два эльфа. Куда пошел? Все, готово. Эй, отвали. Вали от меня. Защитите ворота. Отлично, дзенушка. Они никогда не имели дела с такими, как ты. Ну как тебе этот крошер? Думаю, я могу подключить аварийные источники питания, в случае чего можно будет перейти на них. Если ты мне подаришь этого крошера, я буду просто рад. Но ты же его заберешь потом, да? Слушай, эти ночные эльфы черпают силу у древа войны, которая растет к западу от ворот. Это большое гигантское дерево. Ты знаешь, что делать. Уничтожь его. Это твоя миссия. Это моя миссия. Понял. 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 Дурак бы не понял. Так, я не могу сдать задание, пока сижу в этой штуке. Так, древо войны где-то там. Пойдем. Слышь? Да что так далеко кидает-то? Ближе никак? Мне нужно подойти поближе. Так, обходим. Весь этот трэш. А вот оно. Или это не оно? Талрендис. Некий Талрендис. Это, видимо, он. Древень заставит Талрендис. Это ты у нас древо войны. Держись от меня подальше со своими машинами, Пандарен. Эта земля будет очищена от вас. Как от сорняков, какими вы и являетесь. Конечно. Эй, эй, больно же, слышишь? Как мне тебя убить-то? Че это было? Черт, я в корнях. Я его вообще убить могу? Опять я в корнях. Может, проще будет вылезть из этой машинки и просто убить его? А то я не понимаю, как его убить. Он же жирный. Так, закидать, что ли, гранатами? Лови, лови, лови. Ай-яй-яй, нужно подлечиться. Да, видимо, закидать просто. Вот можно еще вот эти штуки кидать. Сдохни, тварь. Готов, голубчик. Так. Все? Погнали. Так, че у нас тут? Кусок оленины. Да, еще оленину. Потом соберем. Все, мне, наверное, уже можно вылазить из этой штуки. Сейчас проверим. Да, надо вылазить. Я провел годы служа в этом захолустном уголке, изучая местность и ожидая благоприятного момента. Наконец, время пришло, сейчас вся мощь Рубимара собирается в Ашари. Глаза ясенего леса. Отлично. Их разведчики не смогут доставить донесения и Толрэнди станет жертвой такого же террора, какому они пытались подвергнуть нас. Ботиночки. Возвращение воскорожденных. Говоришь ты, что нашла на одном... Что? Ты что-то нашла на одном из тел? Давай сюда. Держи приказы. Актор прищуря смотрит на пергамент, повернув его к свету. Нет, я тоже не понимаю, что тут написано, но мне не нравится то, что я здесь вижу. Это чередейские руны? Мне нужно, чтобы ты отнесла это специалисту. Наши союзники эльфы крови осматривали изображенные на этой карте руины и, вероятно, смогут понять эти таинственные записи. Найди среди них ту, кого зовут Малинея, опустошительница небес. Она проводит исследования на Оргримарской пересадочной станции ракетной дороги к северу отсюда. Оргримарской 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 Дзенушка, у тебя получилась атака отбита. Они сказали, что я ненормальный, что установил гранатомет на Дровоколе. Да, ты ненормальный. Ты отлично справилась с Крошером. И мы прекрасно продемонстрировали Орде, какую пользу могут принести технологии гоблинов. Огромное спасибо тебе. И тебе спасибо. Ты первоклассно выполнила работу по лесозаготовкам, но теперь говорят, что не хватает камней. Ты думала, что если мы можем двигать горы, то собрать кучу камней и для нас расплюнуть? Но это не моя проблема. Может быть, ты этим займешься? Поговори с Хорзаком, кругоглодом перед Орглемарской пересадочной станцией и ракетной дороги. Может, ты сможешь ему помочь? Иди по дороге на северо-восток и найдешь его на ракетной башне. Если тебе что-нибудь понадобится, ты знаешь, где меня найти. Так, олени, кусок оленя, что там еще? Найти Хорзака круголовая, понятно. Отправиться с докладом. Ага. Это все в новую локацию, все три задания, да? Да, я оленей убивать не буду, потому что не хочу, чтобы опыт рос слишком быстро. оленей это не очень важное задание, это просто собрать кучу мяса и отдать и получить за это опыт. Не хочу быстро взять двадцатый левел, нам еще две недели играть. Хотелось бы, чтобы Пандарен протянул это время, пока я подписку не куплю. Блин, дорожки. Ой, ладно, беги. Живи. Так, сейчас будем заканчивать уже серию, только сдадим задания все. Левел уже какое? да? Да, 14. Быстро растем, быстро. моление опустошительница небес. Наконец, у нас есть возможность исследовать здешние руины, при условии, что эти крохоборы не окажутся быстрее нас. расскажи мне о ближайших руинах. слышал, слышала ли ты о войне древних, Ценушка? Так мы называем период времени 10 тысяч лет назад, когда демоны пылающего легиона впервые посягнули на Азерот и предприняли попытку уничтожить весь этот мир, как и множество миров до этого. Древняя столица Асшары, город, который возвышался над этими местами, оказался в эпицентре вторжения. Следы давних разрушений, которые ты повсюду видишь здесь, остаются напоминанием о самоуверенности наших предков. Моление. Что ты здесь делаешь, моление? В настоящее время меня беспокоят руины, которые окружают озеро Минар что к востоку от нас. Тысячи лет назад Академия Минар была одним из лучших мест для изучения тайных искусств. Это было красивое здание, расположенное террасами вокруг Тихого озера, место для учебы и спокойного созерцания. Именно там мои предки впервые открыли потенциал магической энергии источника вечности. Прости Тебе наверное скучно. Вот уже несколько десятков лет я изучаю историю тайной магии и забываю что не все разделяют мою страсть. Нет, пожалуйста, продолжай. Достаточно сказать, что Академия использовала вновь открытые силы с большой осторожностью. Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что маги опасались возникновения зависимости от которой моя раса страдает и по сей день. Эти ограничения стали причиной противостояния между магами Минар и королевой Ашарой с ее высокорожденными лекарями, которые с диким рвением искали еще большей власти, пренебрегая осторожностью и углубляясь во все более опасные приложения магического искусства. Приложения, я уж подумал о приложениях для мобильника. Что случилось с магами? В то время, когда Пылающий Легион начал свое вторжение, маги Академии Минар впали в немилость королевы, и их могущественные силы могли быть очень ценными в условиях грядущей войны, но они отказались уступить, когда город пал. Вместо того, чтобы присоединиться к силам сопротивления, они остались в стороне, воздвигнув магические барьеры и превратив свою обитель в крепость. В первые ужасные дни вторжения к Академии Минар устремились беженцы, и выжившие собрались, чтобы организовать оборону. Они смогли выстоять? Выстоять против атаке всего авангарда легиона? Маловероятно. Нет, о том, что случилось дальше, история умалчивает, так как выжить никому не удалось. Яростные демоны оставили после себя лишь руины, которые ты видишь вокруг, и все секреты Академии похоронены в земле Ашары. И мы собираемся потревожить их. Мне нравится ход твоих мыслей, Пандарен. До недавних пор магическая энергия земли Академии привлекла синих драконов, и у меня не было возможности изучить это. Теперь драконы повсюду, но хуже всего то, что эти маленькие зеленокожие дикари хотят разрыть руины и сделать здесь хранилище ракетного топлива. Знания утрачены 10 тысяч лет назад в одном шаге от того, чтобы быть потерянными безвозвратно. Мы должны действовать быстро. Понятно. Я надо сна задание потом. Возвращение высокорожденных. Надеюсь, это отвлекло меня ради чего-то серьезного. приказы разведчика. Что? Дай это сюда сейчас же. Актор права. Это чародейские руны. Они исследуют магические места, экспериментируют с тайной магией. Это идет в разрез тысячелетней истории ночных эльфов. Думаю, что они станут компетентными в этой области, даже те, кто считает считался когда-то высокорожденным. это же абсурд думать точнее, что они станут. Это же абсурд. Маленья презрительно отбрасывает свиток в сторону, но на ее лице появляются тени беспокойства. Понятненько. А че задание не даешь следующим? Шарель Аран. Так, лифт. Это видимо гоблинская дорога железная. Ну, чего тебе? Хорзак, кругоглот. Перед тобой самая совершенная горная разработка в мире. Только простофили будут долбить в горе проход, чтобы добраться до минералов под ней. Мы передвинули всю гору целиком. Теперь можно просто загребать ценные металлы лопатой. Отсчитаться Хорзаку. Ты пришла помочь? Подпиши этот отказ от компенсации убытков. И вот эту статью о запрещении конкуренции. А теперь начнем. Понятненько. Так, ладненько. Все эти задания мы возьмем уже в следующей серии. Вот. Друзья. надеюсь вам понравилось. Как всегда ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в следующих сериях, в следующих прохождениях. Всем пока.